Всем привет! С вами Алина. Мои честные обзоры на мои же покупочки и просто моя жизнь. Да, сейчас вы видите на экране очередной раз я не удержалась о покупочке, которую я все-таки, мне кажется, любая из девушек и женщин мечтает как-то себе облегчить жизнь. Это пароочиститель. Сейчас вам скажу, за какую цену я покупала и, как всегда, поделюсь артикулом. Артикул будет здесь. Итак, покупала я за 158 рублей белорусских и 84 копейки. В данный момент он стоит 158 рублей и 41 копеечка. Немножечко он подорожал. Вот, сейчас будет артикул. Можете поставить на паузу, переходить. Я нашла самый дешевый на Валбересе. Да, я забыла сказать, что я на Валбересе вот это все приобрела. Искала очень долго, читала и минусы, и плюсы. И нашла я все-таки, наконец-то, в принципе, я считаю, большой. Ну, как большой. Много насадок. Во-первых, я сейчас расскажу. Вот такой коробочке он прибыл на пункт выдачи. Я все проверила. И, конечно же, дома тоже проверила. Даже попробовала. Ну, я так, слегонца, чтобы ничего не текло, потому что в пункте выдачи, ну что там, не очень-то и проверишь. Итак, смотрите, вот пистолет. Я потом все вблизи покажу. Вот сам агрегат, можно сказать. Емкость большая, на литр двести идет. И шнур. И много-много насадочек. И еще, кстати говоря, еще подоронки продавец положил. Так что, кому это интересно, сейчас я все покажу вблизи и расскажу. Ну, я долго смотрела. И инструкция. А, да, самое главное, что, извините, что с нее. Вот, напечатанная на таком листике. Все, больше ничего-то такого и нет. Так что, я долго сама разбиралась, как что. И с вами с большим удовольствием я просто хочу поделиться. Ну вот, чудо техники, можно сказать. Итак, комплектация. Ну, сам очиститель, да. Нету несъемные, видите, несъемный шланг и несъемная рукоятка. Ну, крутится хорошо, что тут, что тут. Вот он. Показываю резервуар. Я уже налила водичку. Очень удобно, что видно, сколько воды остается. Прекрасно. Дальше. К нему идут насадки. Две удлиняющие насадочки. Слово, что это металлические штутеры. Кстати говоря, вот эту тряпочку продавец положил в подарок. Еще есть будет подарочек, покажу. Меняются они очень легко. Я потом все покажу. Дальше. Идут вот таких пакетиков насадочки. Они одинаковые. Сейчас покажу. Вот эта насадочка. Такая кругленькая. Вот видите, это силиконовая прокладочка. Обязательно надо ставить сюда, чтобы ничего не протекало. Она рассчитана для мебели, например. Следующие насадочки. Тут тоже такая же. Здесь насадочки. С металлическими такими. А это пластиковая, такая жесткая. Вот, видите. Ну, тут силиконовые заглушки. Прокладки. Следующая насадка идет для окон. Окна можно мыть. Причем, вот видите, здесь будет выходить пар. И вот эта резиночка. Она вот здесь будет собирать и не будет разводов. В этой же насадочке, я думаю, что это такое? Где одиннадцатая? Нашла одиннадцатая. Вот насадочка, которая спряталась. На нее одеваются дополнительные еще тряпочки. Вот сюда нужно одеть. Можно работать как отпаривателем, как чистка, например. Ну, стекол, мебели, я считаю. Дальше такой ревизуарчик для водички на двести миллилитров. И продавец еще положил в подарок перчаточки. Видите, что шумно? Все при вас. Причем перчатки такие добротные. Размер большой. Я, наверное, в них утону. Сейчас попробую одеть. Ну, прямо это для мужчин. Большие перчатки. Вот такая комплектация. Сейчас дальше буду показывать. Разъем питания, как можно сказать, компьютерный. Вот. Вот вилка. Такая добротная, хорошая. Ну, и сейчас просто покажу вблизи, как это все работает. Ну, включаем. У меня водичка здесь есть. Включаем в розетку. Смотрите, когда включается в сеть, эта кнопочка будет всегда гореть. Ну, сейчас он выключен. Сейчас дерну пистолет такой. Вот. Когда включать... Вот, надо включить. И индикатор загорается зелененький. То есть идет уже нагрев. Здесь вот такая ручка на шесть позиций. Ну, включим самую большую. Ну, и ждем. Должно быть через 20. 50. О, видите, пошло. Процесс пошел. 50 секунд нагревается и идет пар. Ой, какая водичка. Ну, и пошел, видите, пар. Так что сначала идет... Ну, вы не бойтесь. Струя воды, а потом превращается уже в пар. Мне тут уже все залило. Сейчас я подожду, когда остынет. И я поменяю на вот такую пластиковую насадочку. И хочу показать, что же я хочу отмыть. Попробовать. Да, забыла вам показать. Вот, видите, здесь пробка. Куда наливается водичка. Она не герметичная. Обычная. Вот снимается, одевается. Ну что, сейчас попробуем поменять насадочку. Смотрите, уплотнительное кольцо я одела и закручиваю теперь насадочку. Сама учусь, между прочим. Нету никаких подсказок. Ну, а теперь надо опробовать. Включила в сеть. Ждем. Сейчас посмотрим. Польется, не польется. Вот. Ура, у меня получилось. У меня получилось. Такая мощная струя идет. Ну, а как вы понимаете, я нахожусь в ванне, и я хочу вот этой чудо-техникой почистить швы на плитке. Я сейчас вблизи покажу. Это не грибок, это просто налет. Вот, чем я только не терла, у меня ничего не получается, ни одна химия. Только вот просто вот заново пройтись. Так что я сейчас покажу, как сейчас и как будет после вот этой волшебной техники. Между прочим, очень долго остывает. Очень горячие. Конечно, надо работать в перчатках. Ну, я не люблю работать в перчатках, если честно сказать. Я работаю в перчатках только на огороде. А дома все руками. Вот, вблизи показываю. Я когда пришла с пункта выдачи, я просто обычным пистолетом, обычным, без этой насадки, вот струю воды сюда просто полила. Видите? Ничем не терла. Вот так оно было. Так что, а сейчас я думаю, вот с этой насадочкой у меня все получится. Все вам покажу. Все, у них сильно, да. Может, поехали? И да, надо усилие, да. Конечно. Но. Если нет. Вот, грязь пошла. Класс. Как все работает, работают чудо-тесненькие. О, а все нет как. Я все отмою и покажу. Так что, остаемся вместе со мной. Это моя новая игрушка. Так, отмывается. Отмывается, конечно, тяжеловато. Надо усилие. Здесь не очень-то как-то отмылось. Плитка сама вообще превосходна. Она вот даже, знаете, вот как стекло. А уже высыхает. Она скрипит. Гладенькая-гладенькая. Ну и вот смотрите, это я уже споласкивала. Вот столько с этих щелей, с этих швов, столько грязи оказывалось. Хотя я недавно делала уборку, между прочим, генеральную. Что я хочу сказать. Вода быстро уходит. Я не успеваю просто подливать. Подливать. Ну, может быть, это и хорошо. Ну что. В принципе, я более-менее довольна. Я ожидала, конечно, немного лучше. Но совсем по-другому. Что я сейчас хочу. Вот у меня машинка, стиралка. Ей 22 года. Она очень хорошая. Мы только три раза ее ремонтировали. И причем мастера хотят у нас всегда купить. Так вот. Видите? И между. Я сейчас попробую вот эту ладость. Я уже начала. Брызги летят, конечно. Ой-ой-ой. И здесь для порошка отсек тоже хочу помыть. Я его давно не мыла, кстати говоря. Ну, сразу предупреждаю, что брызги летят. Я вот тряпочкой сразу убираю. Какие-то камни, слушайте. Вот так. Вот сколько грязи выскакивает. Обалдеть. Хотя, средство мы пользовались. Дорогое средство. Заливали. Оно должна в холостую. Ну, вот. Какая машинка. Вот это у меня отмывается. К сожалению. Ну, слушайте, 22 года машинке. Что хочу сказать. Почти очистила. Но у меня уже просто сил нет. Вот. Здесь я немножко протерла. И сейчас я ее просто поставлю на холостую стирку. Чтобы... Ой, тут столько всего было. Но еще осталось. Вот так. Пускай сама себя помоет. Запускаем. Ну, мне нравится, в принципе. Все чистенько. Ванну тоже помыла. Даже пол помыла. Ну, сейчас скажу, какие минусы. Так. Ну, а минусы какие? Ну, во-первых, что шланг... Кстати, я забыла вам сказать, что шланг я измерила 2 метра и 10 сантиметров. В принципе, достаточно большой. Выливать, конечно, вот так как-то... Ну, ладно. Это ерунда. В принципе. Удобно, что есть ручка. Ну, а минусы что? Я вам говорила, что что-то все штукой-штукой. Брызги летят. Везде брызги. И я вот придумала такой секретик. Например, беру тряпочку, беру вот такую резиночку и тогда брызги я попробовала не летят. Просто я не засняла, я забыла. Потому что я вся была в воде в каких-то камнях, в каких-то ошметках, можно сказать. Вот так можно. В принципе. Что хочу сказать насчет работы? Выключу машину, она работает, мешает. Что хочу сказать о работе? В принципе, я ожидала лучшего результата, потому что блогеры так уже показывают и все отмывается. Неправда. нужны усилия. Ну, я думаю, что если я буду ну, почаще вот пора очистителем работать хотя бы раз в месяц, раз-два месяца, я думаю, швы отбелятся. Все, ну, плиточка, она просто скользкая-скользкая. Потому что я даже скребком скреб... Знаете, ну, все время душ принимаешь. Налет известковая. Тем более, вода у нас такая тяжелая. Вот так. Так что, мои дорогие, я очередной раз поделилась своей же покупочкой. Это не реклама. А вам судить. Я, в принципе, я не расстроена. Тем более, не так уж она дорого и стоит. Я хотела и получила. Вот. А вам решать. Я вам показала. вот хочу еще отмыть духовку. Ну, свече, мне кажется, легко будет. А вот духовка будет сложнее. Ну, все. Обязательно поставьте пальчик вверху. Обязательно подписываемся. Обязательно пишите комментарии. У кого есть парочиститель, скажите, вы довольны, недовольны. Вот. Ну, все. На этом я с вами не прощаюсь. А всего лишь говорю вам пока-пока. С вами была Алина. Мои честные обзоры на мои же покупочки и просто моя жизнь. Мои честные обзоры субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» «Симон»